Всем привет, с вами Redmond, и мы продолжаем играть во время перемен 3.0. Сейчас мы находимся около туннеля по Задони Сидоровича, из которого нужно достать какой-то кейс. И я так понял, что между нами и этой дрезиной находится какая-то пространство аномалии, еще не проверял. Ну давайте посмотрим. Ну да, да, есть что-то такое. И я, похоже, уже знаю, как решить проблему. Там, над мостом, под которым стоят военные, есть большой шар. Ну, понятное дело, что это пространство аномалии, как было в Зооприпяти над Градирней. Значит, нужно прыгнуть туда, чтобы проникнуть в этот туннель. Кстати, я вроде бы читал в описании мода, что тут можно кататься на машинах. А значит, есть возможность, что можно взять эту дрезину. Было бы прикольно. Ну, это, скорее всего, не дрезина, просто она похожа на дрезину, которая была в Metro Last Light. Там Регина была. Вот чисто она, наверное, ее модельку и сделали здесь. Не знаю. Наверное, так и есть. Раз она стоит не на рельсах, значит, либо она оттуда слетела, либо она ездит не только по рельсам. Было бы неплохо. Это бы убросил нашу жизнь. Надеюсь, что не нужно для нее бензина, как в Lost Alphia. Хотя это прибавило бы реалистичности. Так, вон он уже появился на горизонте. Тут должны быть какие-то маленькие лестницы, чтобы туда запрыгнуть. Главное, только сверху не сорваться. И все будет у нас окей. Так, вот. Вон стоит снайпер. На посту. А если так сзади кто-нибудь к нему пройдет, возьмет. Его по башке треснет. И все, нет охраны. Так, ну что, все, прыгаем, да? Все отлично у нас получилось. Так. Где у нас тут кейс? Наверное, у него в рюкзаке, да, вот есть хабар. Так, взяли, отлично. Еще, ну, тут есть у него булыжник. Тоже берем обязательно. Все это мы продадим. Потому что я до сих пор не знаю, как использовать его по назначению и вообще возможно ли это. Так, возьму я тушенку. Съем, чтобы голод не мешал моему продвижению. И энергетик. Ну все, теперь попробуем сесть в эту машину. Так. Вроде бы нажимаю на А, ничего не получается. Так, все. И заводим ее. Только я не знаю, как это сделать, надо в опции посмотреть. Так, управление. Так. Где тут завести двигатель? Послание перезвездить, приблизить. Фиг знает, не нахожу. Может быть тут как-то по-другому называется? Достать. А, вот! Тут было просто... Вместе с дослайдетектором. Об этом не заметил. Ну, отлично тогда. У, едет. Смотрите-ка. Так. Все, отлично. Все, теперь у нас есть средство передвижения по всей зоне. Главное только никуда не врезаться на нее. И в аномалию не попасть. И будет все отлично. Блин. А она даже рельсы пересечь не может. Так. Все, отлично. Все, теперь можно двигать дальше. Интересно, можно оружие достать? Даже оружие можно дозайти? А, нет. Я думаю, можно будет вертеться на 360 градусов. Ну, ладно. Если что, можно развернуться. 180 это уже отлично. Даже больше. Он тут еще немного назад так смотрит. Так. Радиоактивный очаг. Но тут ничего. Радиоактивный очаг. Запросто могла на крышу упасть. И хрен ее потом выровнял. Кто? Блин. Она еще неуправляемая такая. Заносит ее очень сильно. Все. Завел. Можно ехать дальше. Главное на дорогу. Сейчас выехать нормально. И поехать дальше. Еще главное, чтобы военные не бросались мне под колеса. Блин, им можно посигналить? Мне интересно. Блин, зараза. Все. Слепые военные. Ну все, отлично. Выехали на главную дорогу. Теперь можно к Сидоровичу. А, кстати, насчет спасения сталкера. Которым я занимался. В конце прошлой серии. Он еще ушел от меня. Хотя я его вроде бы спас. Нужно было отвезти в деревню. Короче, он ушел хрен знает куда. Я забил на него. Пошел дальше. Вот к этому месту. По заданию Сидоровича. И он там где-то изгинул. Просто пришло мне сообщение, что задание провалено. Сталкер погиб. Думаю, ну и насрать. Я бы все равно его, даже если пошел за ним, не смог привезти бы на место. Блин, зараза. Заносит тут очень даже сильно. Блин, надо вот сейчас выровнять как-то задницу. Чтобы не врезаться в деревню. Хотя на горке это очень сложно сделать, по самом деле. Может объехать. Ну да, сейчас я объеду и прям сразу к Сидоровичу, к его подвалу приеду. Вот, все отлично. Так, все, глушим двигатель и выходим. Ну, Сидорович. Он теперь, походу, всегда будет так его подкалывать. Ну, офигля. Он тоже нас каждый раз так подкалывает. Насчет задания. Ну что, принес кейс? На, держи свой кейс, проклятый. Где мечный? Я его послал в бар, попутно зайдя на Агропром, стричь там кое-какие документы из базы вояк. И да, еще будет военный рейд по базе диггеров. Осторожней там, ладно, учту. Да нам, в принципе, пофиг военным, друзья. Конечно, если их по скрипту не заставят нас стрелять. Отправиться на базу военных. Отлично. Так, надо еще спросить у Волка насчет задания. Может быть, скажешь там что-нибудь, какое-нибудь напутственное слово. Типа, ах ты, провалил задание. Сгинул наш бедный новичок. Так, к сожалению, я не смог защитить его, он погиб. Ах ты, надо было самому идти. Живой бы остался, такого сталкера потерять. Ну, блин, ну извини. Это он сам такой, я бы ее никак не вернул. Там, блин, нет функции как масс-эффекта. Одному члену отряда послать нужное место. Есть работенка для меня? Да пока вроде как сами справляемся. Зайди попозже, может еще раз понадобится твоя помощь. Он, наверное, после такого больше не будет давать задания. Слушаю тебя. Так. Ни хрена себе! Да тут постоянно что ли артефакты спавнятся? Твою мать! Все это берем и продаем нафиг. Ну уж теперь точно можно продать. Что расскажешь? Ладно, сейчас что-нибудь оставлю здесь. Теперь уж точно можно продать несколько дикобразов, потому что у нас столько и даже и не влезет на наш пояс. Оставить где-то 4 штуки и хватит. И то я буду только их все вместе ввешать, только тогда, когда попадем в большой радиоактивный очаг. Потому что у них, у каждого по минус одной выносливости, это очень сильно его замедляет. Практически ползет, а не идет. Так, торгуемся. Так, продаем ему 5 штук. Булыжник. Оставляем себе один. Копыта кабанов. Хвосты собак. Ни хрена себе, уже 40 тысяч. Блин, я даже не знаю, как хотя бы немного потратить свои деньги. Куда, я даже не знаю. Какого оружия купить себе? А, вот еще не рабочий ПДА, две штуки. Я вот взял 50 рублей. Ладно, хотя бы не 100 тысяч. Уже хорошо. Так, ну все вроде бы. Охренеть, 236 тысяч, это мы только на кордоне. Хотя, в принципе, мы пришли с ЧАЭС, почему бы нет? Мы, по сути, все заодно уже прошли вдоль и поперек. Ладно. Возьму, хотя нет. Гроза, гроза похуже, чем АУК, судя по... Вот, по настройкам, по этим характеристикам. Экскле тоже. Это что, получается, у нас все самое лучшее, что ли? Тогда я вообще не вижу смысла торговаться. Постоянно тупо можно все выбрасывать и не париться. Так, ну может тогда патрончиков закупить. Хотя нет, лучше продать ему еще... Еды. А, он ее не покупает. А то просто хочется по максимуму разгрузиться и все. Да я думаю, нафиг продать калаш и покупать только патроны для АУКа. Тогда да, я так и сделаю. Или все-таки лучше калаш оставить? Да нет, пофиг. Так, калаш и... Патроны к ним сейчас тогда все продам. Надеюсь, мы сможем пока что прожить на... 214 патронов. Ладно, все. Все, теперь уходим. Может быть, тогда еще продать все остальное из этого рюкзака. Ну, или посмотреть, может быть, там есть патрон для АУКа. Я что-то как-то конкретное не смотрел. Нету. Ну, зато я вот возьму еды немного. На всякий случай. Так, про запас и антирадов. Хотя, в принципе, их тоже можно продать. У нас же есть дикобраза. Ну, как-то... После того, как я примерил на себе 4 дикобраза, и я думал, что минус 4 выносливости, это... Ну, ладно, можно пережить. А нет, нифига, он так быстро устает, что нет, лучше антирадов принимать в радиоактивном очаге. Так, ну ладно тогда, садимся в машину, едем на агропром, и тогда там продолжим. Да блин, почему не с первого раза-то садиться? Надо ждать, что ли? А нет, все. Может, надо заходить с какой-то определенной стороны? Жалко, тут еще фары нельзя включить. Было бы тоже удобнее. Так... Блин, уже врезался. Ладно, едем на агропром, я постараюсь довести туда нашу малышку в целости и сохранности. Бляха-муха, вот это жестокий облом. Ничего не скажешь, а я и забыл, что это КПП переграждено, и только можно пешком пройти. А машину сюда никак не загонишь. Ну ладно, никто не говорил, что будет просто. Придется ее использовать только на кордоне, если она, конечно, сохранится. Эй! Из этой машины можно катапультироваться, что ли? Ладно. Слава богу, то, что мы закрифанились с военными, а то нам пришлось бы жестко тут пробираться на свалку-то. Хотя, в принципе, можно было бы использовать и другой переход. Точняк! Можно было бы использовать другой переход. А, нет, там туннель. Хотя, мы же появимся не в туннеле, когда перейдем с кордона на свалку. Тогда я погнал к тому переходу. В общем, тут меня ждал еще более жестокий облом, потому что, похоже, нельзя переходить на машинах на другие локации. Тут это, к сожалению, не продумали, в отличие от Лост Альфы. Ну, ладно. Выбора у нас нету, прыгаем так. Да, хотим перейти. Знаете, я тут вдруг подумал о том, что забирал артефакты из ящиков деревьев новичков. А что, если просто это сталкеры обычные приходили после неглубокой вылазки с артефактами, складывали их туда. Ну, волк-то смотрел, чтобы никто не украл. И ждали, пока можно будет продать их Сидоровичу. А я как последний обмудок приходил, забирал их и продавал их Сидоровичу за место них и забирал себе все деньги. Блин, я об этом совершенно не подумал и чувствую себя после этого полным подонком. Блин, больше не буду так делать, но только если артефакт будет каким-то очень полезным. Все. Я завязался этим. Предупредил бы волк, что ли, меня, что ли? Ай-яй-яй, плохо воровать. Блин, что это за хрень такая? Я понять не могу. Прям как на территории лаборатории на Интаре. Я тут думал, что там может быть какой-то псиполе, раз в лаборатории есть какой-то мозг. А это просто, блин, посреди агропрома хрень какая-то. Огромная, непонятная, некрасивая. Как будто радуга. Аномальные в зоне. Понять не могу. Что за хрень такая? Причем такая же фигня есть практически на каждой локации. Даже на свалке. Вот. Он, я когда переходил на агропром, вот в этом месте, вот откуда там? Там просто даже нету крупной аномалии, нету, ничего просто там нету. Просто какая-то хрень высится, и все. И тут тоже, прям посреди здания. Успишь, ты себе в этом здании находишься, и вдруг там хрень какая-то огромная. Так, сюда нам надо. А то я там смотрю, уже какие-то разборки, да, с бюрерами. Или это они на меня просто... Не знаю. Ну, лучше обойти. Да. Страшновато здесь. Так, ладно. Даже не знаю, что мне надо тут будет делать с военными, и что мне тут вообще надо будет делать. Надеюсь, не отстреливать их здесь. Но главное то, что они нас пропустят без проблем. Это очень хорошо. Потому что, видимо, после налета мечного все тут военные восстановились свои силы. А почему тут символика долга? Непонятно. Есть тут одни военные, тут... Ну, тут, конечно, был долг, я знаю, но сейчас же тут нет их. Ну, чего тебе? Мы, понимаешь, лагерь охраняем? Враг-то недалеко. А тут с вопросами. Ладно, бывает. Блин. А махает там зачем-то? Так, наверное, нужно проверить следы, которые оставил после себя мечный, и потом дальше идти по его следу. Прикольно, если бы сюда пришли, были одни трупы. Это было бы реально классно, я считаю. Блин, вот если бы мы не подружились с учеными, не вступили в их группировку, то всё, тут бы мне была бы полная жопа. Тут было бы ещё жарче, чем когда сюда стрелок приходил, в том, что в военных тут стало больше после его налёта, конечно же. Так, ну, задание поговорить с барменом. И что? Просто пришёл сюда и ушёл. Странно, даже ничего не показали. Так, это, я так понимаю, главный военный? Степан Шеф. Так, у него тут ничего интересного нету. Наверное, может быть и есть. Так, бинт. Ну, бинтам не нужно. Уже и так есть. Всё, больше ничего тут нету, похоже. Ладно, в военных я убивать не собираюсь, так что двигаем в бар к бармену. Ну, вот и наш любимый бар, теперь можно поговорить с барменом. Слушай, тут не билет, случайно, сталкер по кличке Меченый. Был такой смелый малый, палец сам в лабораторию Икса-17, которая в Тёмное Долине. Я надеюсь, нам не придётся идти вслед за ним, потому что... Я как-то не очень настроен, да и он там все документы нашёл. Ага, я люблю, конечно, лабораторию исследовать, но только в том случае, если там будет что-то новенькое. Как в Ик-16 был, там же были какие-то два другие документа, которые не встречались в оригинале, по-моему. А, там мне кое-какие документы нужны, вот и послал я его туда. За кулет он тебе сдался. Пламенный привет хочу передать кое от кого. Понятно, слушай, мне тут сообщение пришло, что в Тёмное Долине с минуты на минуту начнётся рейд военных. Можешь подстраховать Меченого на выходе? Подстрахуй, всё равно мне к нему идти. Надеюсь, ты его не убивать будешь. Если он выберется из лаборатории, то и в Ик-16 грех не будет послать его. Может, он и сам загнётся в лаборатории. Надо только узнать, зачем он уничтожил стрелка. Ладно, пошёл я. Удачи, наёмник, хотя, погоди, я даже ради такого дела дам тебе снайперку. Ух, какая щёдрость. Ну, чтобы вернул целости и сохранности. Ладно, понятно, значит, продать тебе её не получится. А то как-то мне не очень хочется с ней таскаться. Ну, может быть, используем. Спасибо, думаю, убить прикладом военных мне не придётся. Ну, это да, это да. Я вот, конечно, не знаю сейчас, как придётся. Наверняка мы придём, военные будут стрелять в Меченого, а нам придётся их там со спины добивать. Ну, фигня в том, что они могут запросто убить Меченого, потому что военные нас никак не будут реагировать, и будут стрелять только в него, потому что военные-то нам друзья. Если я буду их убивать, они, не знаю из-за чего, может быть, в чистом небе какой-то баг, или такой искусственный интеллект, но они будут продолжать оставаться друзьями. Я уже проверял, когда по приколу перестрелял всех военных в бункере учёных. Может быть, потому что я теперь с ними в одной группировке. Ну, как бы, военные, а не вместе с учёными, потому что обе государственные организации, поэтому можно сказать, что они практически единые целые. Так. А, блин, я иду не в ту сторону? Ну, ладно. А дальше ящик сталкеров, блин, это... Теперь будут постоянно веселье задания. Теперь нам предстоит идти в Тёмную долину. Как раз я заодно и схожу, и заберу материалы для механика. Ну, ладно, тогда двинули. Странно, понять не могу, почему эти бандиты нам нейтральны. Все остальные враги, эти нейтралы. В чём подвох? Или это для того, чтобы было проще с нас плату брать за проход? Ты прибери волыну, и дубы к нам поправим! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! И даже не репайся, фраер! Чё, собрался не обыскивать, падла? Ну чё, вы тягай, КПК, пора бабосом делиться. Тебе не думают, это не просто так. Это на оплату за то, что мы на свалке законы порядок охраняем. Сечёшь? Ага, конечно, так я и поверил. Вон долговцы. В двух шагах от вас и то, с этих дел лучше справляются. Ну, если за порядок, тогда держи. И всё, никакого выбора. Ни нахрен послать, ни денег не давать, как, допустим, в том же самом с Кариме. Ну, ладно. Ладно, блин, и из диалога не выйдешь. Твою мать. Э, э! Какую хрень ты ему все деньги отдал, придурок? Ты нас без гроша в кармане оставил. Ты мог бы ему пару кусков на лапу дать, а лучше водку. Он бы её с большим удовольствием принял. Охренеть! Мне интересно, как это всё это выглядело. Он все деньги из кармана вытряхает на землю и говорит, на, забирайся, только не трогай меня, у меня семья, дети, жена. Вот это толковый фраер. Ну, так я вот это всё забираю, ага. А шмот свой себе оставь, можно. Мы же не звери стволы до снарёвку отбирать. У нас всё по закону. Как ты на тварь нарвёшься, вспомнишь нас добрым словом. Ну чё, скатишься в дорогу, катись колбаска. Ха, и ты, бываю, мудила. Вот это называется, решил я сократить путь, сэкономить время. Да, вот это я называю непредсказуемой зоной. Надо было тут идти. Хотя тут тоже стоит наряд бандитов, но хотя бы обойти проще. Блин, теперь денег никак не вернёшь, только если перезагружаться. Хотя есть один способ. Но не сработал, всего лишь 150 рублей. Всех денег не вернёшь, только если перезагружаться. Слава богу, я только сохранился недавно, Так, одного мы убили, ещё плюс троих показывал миникарта. Ну, четверо немного. Ещё они через такой наряд прорывались. Так, значит, делаем так. Этого мочим и прячемся в этом укрытии, потому что больше других тут нету. Только если у них под носом. Зараза, не хватило тебе, что ли? Гранаты? Нет, гранаты я не хочу. Блин, куда бы ещё спрятаться? Вот. Так, ещё один готов. Ещё один. Отлично. Вон он. Всё. Всех одни по тронам. Ну, кроме одного. И теперь обыскиваем их на наличие денег. А где труп третьего? Не вижу. Вот, всё. Ладно, теперь можно смело переходить на тёмную долину. Или нет. Ещё что ли один наряд бандитов? Охренеть. Ну, они вроде бы нейтральные. Они враги. Значит, не узнали, что тут произошло. И раз уж мы пришли со свалки, то они наверняка подумали. Ага, значит, их денег уже взяли. Значит, мы не должны. Правильно? Тем более, они все забрали. Значит, я думаю, можно не бояться. Конечно, если они не станут врагами. Когда мы уже перейдём на ту локацию. Ну, ладно, посмотрим. Так, обстановка вроде бы тихая, спокойная. Никто не машет, никто не подзывает. Значит, я думаю, можно спокойно идти дальше. А, нет. Нельзя. Ладно, возвращаемся. Будем ждать, пока они друг друга не переубивают. Слава богу, что они... А, нет, это... Слепой пёс. Я думал, это псевдособака. Думал, ну, слава богу, завалили сразу настоящую. А то наплодила бы она сейчас проекции. И хрен бы от них избавились. Так. Один хвост есть. Думаю, тут будет лучше гранату взять. А, вот. Всё-таки убили они псевдособаку. Отлично. Ладно, теперь хвост взяли. И чё у нас тут? Ну, всё. Думаю, можно теперь точно идти дальше. Блин, опять эта хрень. На каждой локации она имеется. Как разработчики могли выпустить игру, зная, что такая фигня вообще у них имеется на каждой локации. Видно, она с любого конца уходит ввысь, блин, я не знаю, до космоса, наверное. Напрягает она немного. Даже не немного, много. Глаза очень сильно мозолят. Да и всю атмосферу портит ужасно. Ладно. Теперь надо бы решить, куда дальше идти. Я думаю, сначала можно зайти по основному заданию, по заданию бармена, идти и выручать мечного. Конечно, не очень бы хотелось мне стрелять со своенными, но если придётся, то выбор у нас не будет. Потому что не просто же нам там стоять, смотреть. Хотя, я думаю, можно просто их так, ножичком попереубивать, их перерезать, потому что они нам друзья и на смерти друг друга реагировать не будут. Если мы их будем убивать. Они, конечно, может быть и будут искать виновника, но в нас они его не увидят, мне кажется. Так. Я так понимаю, военные уже штурмуют по полной лабораторию. Они что, тупо в дверь, что ли, стреляют или как? Или, может быть, монолитовцы стреляют? Там же оставались монолитовцы? Наверное. По-моему, да. Мне в Чернобыле приходилось бы к зафинансе прорываться через толпу монолитовцев. Или они реально тупо по стенам стреляют? Придурки. А, вот ты где! Меченая одиночка. Прикольно. Ладно. Тогда придется все-таки убивать в военных. Не буду я ждать, пока за меня это сделают меченой. Так. Слава богу. Не отреагировали. Продолжаем дебош дальше. Правда, надо беречься Бюрера. Потому что... Одного... Такого удара хватит, чтобы меня убить. Не знаю почему, но... Бюрер тут капец какие сильные. Так, еще... Котобуйна слышу. Не люблю я говорить под прицелом. Все-все-все. Давай разговаривать. Э! Не понял. Он должен был убежать, что ли? Поговорить с барменом. Понятно. Ну, убегай тогда. Беги! Лети, как вольная птица. Блин, так и теперь как мне обойти Бюрера? Вон я, походу, его видел. Надо бы схорониться, потому что тут любая несторожность может запросто привести к смерти. А под несторожность я имею ввиду подставиться хотя бы под один удар. Хотя нет, вроде бы спокойно ушли. Ну, главное то, что нас теперь меченый не заботит. Мы сейчас уйдем от него и дальше все уже. Он не должен умереть, потому что должно включиться... И автоматическое. Или он вообще пропадет. Где он по заданию должен выжить и пойти там дальше где-то. Ладно, теперь идем, значит, за материалами. В тем долине есть заброшенное здание, где находятся нужные материалы для механика. Нужно обыскать здание и найти все материалы. Оп-оп-оп, под боюн. Спокойно. Так, вроде бы все. Теперь нужно придумать как-то в здание проникнуть. Я уж вообще не помню, как расположены все локации в оригинале. Я уже привык, как все расположено в Лост-Альфе. Я даже забыл поначалу, как в баре-то бар найти. Потому что... Я вот чисто вот запомнил, как это делать в Лост-Альфе. А в Лост-Альфе бар хрен найдешь. Вот этот путь у меня. Мозг вклинился, я по нему ориентируюсь. Блин. Вот как я боюсь этого бюрера. Потому что убить он мне может с одного удара. Все. Придется сразу перезагружаться. Поэтому я буду сохраняться довольно-таки частенько. Так, дверь закрыта. А как мне тогда туда проникнуть? Я больше ходов не знаю. Может быть через эти решетки. Так, слава богу, вроде бы светлять начало. Но главный герой спать хочет. Я думаю, сейчас можно прийти на базу бандитов и там немного вздремнуть. А потом уже придумать, где нам искать инструменты. Нет, точнее мы знаем, где искать. Как проникнуть в это здание. Обойдем все по периметру. Так. Здесь куда-то проход есть, может быть. Здесь, наверное, вот здесь где-нибудь. В подвал спускаешься и вот так по подвалам идешь. По коридорам. В сторону того здания. Ну ладно тогда. Дальше пойдем, но сначала поспим. Подождите, пока бездельный энергетик иссякнет. В смысле? Я энергетику-то принимал тысячу лет назад. Вы че, народ? Как так? Он уже спать хочет, у него уже... Желтый значок домика. Блин. Ну ладно. Не хочет, как хочет. Мое дело предложить. Так, и вот здесь еще есть какой-то коридор. А, блин. Нет. Просто какой-то подвал закрытый. Значит, будем искать в другом месте. О, торговец. Тогда купли у него патроны наук. Блин, неужели никто жрачку не купит? Тогда я продам ее обычным сталкерам. А, у меня же еще СВД-хо есть. А, блин, бармен просил оставить ее в покое. Ладно, тогда... После того, как найдем инструмент, и придем в бар, и отдадим его. Блин, эту жрачку не покупают. Выбрасывать, что ли? Хотя, в принципе, почему бы и нет? И с нас так дохрена денег использовать. А так, если... Хренеть! Даже из винтаря нельзя выбросить то, что ты хочешь. Блин, я подумал, что он там запарикодировался, никак к нему не попадешь. Блин, реально, когда попасть-то? Вообще не знаю даже. Я вот только помню, что вход был в это здание спереди, самый главный. Но он закрыт. Башкодов я не помню. Вот вроде бы... Вот... Как-то отсюда можно проникнуть. А может быть и нет. Я вот просто помню, что мы отсюда спрыгивали в оригинале. Но туда попасть обратно, по-моему, нельзя, потому что там слишком высоко и не допрыгнешь. Так что нужно искать другой вход. Блин, зачем такие сложности? Может быть, разработчики просто через... CDK засунули туда инструменты, а вход открыть забыли? Блин, эти ворота закрыты. Вот я говорил вот... Про этот коридор. Но лестницы я здесь не вижу. Только если с другой стороны обойти. Так, пожрем, а то уже... Желтый значок голода появился. Может быть, здесь где-нибудь будет дыра в заборе. Даже не знаю. Может, будет еще одно задание у меня висеть. Невыполненном. Мне как-то уже надоело. Я и так два задания провалил. Точнее одно, но другое-то... Я бы просто выполнить не смог, потому что у меня какого-то хрена исчезли. Эти вещи, которые я должен был отдать сталкеру в баре. Его ящик. Блин, тут закрыто. Ладно, не буду вас мучить этим дерьмом. Насрать тогда, раз... Нету нормального прохода. Пойдем... В бар. Хотя, может быть, тут еще посмотреть. Волыну заныкай, тогда и побазарь. Да-да-да-да. Хотя, в принципе, это... То же самое, только просто с другой стороны проход. Мне бесполезное дело. Я не знаю, куда попасть. Ладно, тогда продолжим в баре. Вот, пришел наш блудный сын. И минуты не прождал, наверное. Так. Разговорить с ним нельзя, значит, он занят. Я так понимаю, разговаривать с барменом. Интересно. Ладно. Не в лом, можем подождать. Напитки тогда возьму. Пригодится. Они вот сейчас, по-моему, разговаривают даже дольше, чем я его ждал. Так. Ничего нету. Да ладно. Вы все еще не все, что ли? Ну, ребята, давайте как-нибудь поживее. Это же все не по-настоящему. Можно было и ускорить все это. Бармен сказал, что ты мне прикрыл от вояк. Спасибо. А то в последнее время они мне достали уже. Так. А это уже полное противоречие оригиналу. Просто полнейшее. Ладно, конечно, жалко. Люблю я очень моды, которые соответствуют хронологии оригинала. Оригинальной трилогии. Но, ладно уж. Это воля авторов мода. Сочтемся, Стрелок. Ты меня помнишь? Стрелок, ты его знаешь? Нет, не помню. Ну да, тебя же Стрелком кличут. Мы на ЧС встретились. Ну да ладно. Это и к лучшему. Что, не помнишь меня? Видимо, ты меня путаешь с тем, кого я ищу. Я на ЧС не был еще. А кличут меня Мечным. А ты, кстати, кто? Нехило тебе память ошибл после выброса. Я на юне к в отставке. А кличут меня Шрам. Как-то он спокойно отреагировал. Вообще. И не поверил. Сранно к тому же еще. Хм, знакомый кличка. Ну, ЧС я не бывал. Ладно, Шрам. Приятно было познакомиться. Мне нужно на Интарь идти. Давай сделаем так. Я как освобожусь, пришлю тебе сообщение. Где мы сможем встретиться и поговорить дальше. Хорошо? Да, хорошо. Мне нужно будет отдать тебе кое-что. После лаборатории. Опять, что ли? Дождаться прихода Мечного. Он на этот раз пойдет вообще-то на Интарь. Мне придется намного дольше ждать. Блин. Вообще. Такие молодцы авторы этого мода. Ничего не могли, что ли, придумать, чтобы нас занять на это время? Какое-нибудь задание бы дали. Типа бармен сказала. Ну, раз тут ждешь, можешь выполнить для меня парочку там таких небольших прибыльных заданий. По-моему, нормально было. Ну, по крайней мере, непросто ждать тут. Тем более, фиг знает сколько. Блин, у него уже и в глазах двоится. Я поспать до сих пор не могу. Какого хрена? Энергетик пил в прошлой серии еще. Так, ладно. Никакой работы он нормально не предлагает. Принести хвост с лепопса вот только можно. У меня есть. По поводу задания. Да, все, 750 рублей. А сколько ему так стоил? 250, по-моему. А, может быть, у него уже было задание, да. Хвост псевдопса. О, все, уже быстро. Ну, отлично. Я уж испугался. Нет. Ничего подобного на хвост псевдопса у него нету. Значит, прям так продаем и... Тогда идем на место встречи. Где она, кстати? На Янтаре. Опять там на Янтаре идти? Ну, ладно. Недалеко. Конечно, не очень бы мне хотелось идти через дикую территорию. Ну, что ж, я не пойду через свалку и не агропром в этом случае. Ладно, тогда мы продолжим. В общем, вот я и на месте встречи, но никого тут я не вижу. На метке сказано дождаться прихода Меченого. То есть, я так понимаю, он сейчас идет из лаборатории Х-16, судя по вертолетам, которые там штурмуют территорию лаборатории. Они сейчас, наверное, уже улетели. Но выстрел до сих пор слышится. Вон они. Вижу я их. Кстати, теперь придется терпеть вот это раздвоение в глазах из-за того, что герой не может никак поспать. И я просто не знаю, как это прекратить. И сколько мне придется и вам это терпеть. Господи, ну и божество. Этот звук. Кстати, все-таки все равно я пришел на Янтарь через свалку и не агропром. Просто, ну не знаю, не переношу я дикую территорию. Ненавижу через нее ходить. Поэтому вот. Блин, не знаю, что делать. Может быть, туда пойти? Может быть, там просто меч на засаде сидит? Нужно помочь ему? Потому что я не знаю, сколько ждать и нужно ли вообще ждать? Может быть, нам хотели просто показать вертолеты и это типа намек. Идите туда спасайте мечного, а не просто стоите на этой метке. Они просто летают туда-сюда и все. И стреляют иногда. И туда опять улетают и опять то же самое делают. О, сейчас опять улетят. Потом вернутся, опять стрелять начнут. Блин. Короче, хрен знает. Если что изменится, я продолжу запись. В общем, все хорошо. Мечный здесь пришел. Я попросту, когда включил запись, пошел к территории лаборатории, подошел к выходу и вертолеты чудом исчезли. Когда я вернулся сюда, мечный уже здесь стоял. Ну и отлично, теперь поговорим с ним. Прешером, рад тебя видеть снова. Весел сейчас в зомбированном заводе. Представь себе, в лаборатории нашел труп сталкера и кого-то он мне напомнил. Да и кличка знакомая, призрак. Привет, стр... Тьфу, блин, мечный. Я даже знаю, где ты его видел. Вот вещи, которые я тебе обещал отдать. Фото и КПК. Ааа. А я думал, какие он вещи собирается ему отдать? Во, по центру которой. Это он, который в лаборатории. Справа. Хм. Чем-то этот сталкер на меня похож. А слева клык. Стоп, откуда я их знаю? И откуда вообще у тебя эта фотка? Перед смертью призрак передал вместе с ПДА. Просил тебе отдать. На фотографии группа стрелка. Справа стрелок, по центру призрак. Слева клык. И да, послушай, последняя запись в ПДА и прочитай сообщение. Сейчас, хамболотный доктор. Я его тоже откуда-то знаю? Мне его надо найти. В голове столько вопросов? Может он знает ответы на эти вопросы? Или я наконец-то все вспомню? Конечно, есть просьба. Можешь Сахару помочь починить ПСИ-шлем? Там ему какие-то измерения нужны. А как почините, встретимся в баре и там мне передашь шлем. Да, конечно. Так, все. Взять прибор Сахарова. Ну ладно. Пусть пока идет тогда. Так, значит, я заодно продам и части мутантов Сахарову. Так, сразу это сделаю, а то забуду. Так, хвост. Ну, вроде бы все. Артефакты я ему больше никакие продавать не буду. Кстати, документы с лаборатории К-16. Я же их вроде бы отдавал. Пф, странно. Ну-ка. Ааа, возможно, тебя это заинтересует. Да так, ничего. Странно. Понять не могу. Этот мод вообще какие-то тут странные баги всякие. Мишин сказал, у вас есть какие-то приборы, которые нужны для замера излучения. Да, да, если вы хотите отправиться на радар и замерить результаты. Я вообще-то на это не соглашался, но ладно, да, хочу. Я же не сильно попадаюсь в пси-излучение. Хорошо, вот приборы. А, устанавливайте приборы, ждите некоторое время, и вам туда пройдет результат измерений. Ладно, учту. Так. Ну ладно, тогда. Двинули на радар. Так, как лучше пойти-то будет? Блин, все-таки, наверное, придется мне точно теперь через дикую территорию идти потом на армейские склады, ну и его сразу же радар. Ладно. Тогда. Го. Ну вот мы и на радаре, и как вы, наверное, уже заметили, по отсутствию раздвояний на экране, проблема со сном решилась. Примерно так, как я себе это представлял, мы попросту заснули посреди дикой территории. Слава богу, в это время я был в более-менее безопасном месте, в каком-то там здании, и после того, как я проснулся, у меня немного жизни отсутствовало. Но это, в принципе, не проблема. Главное то, что теперь это мальцов с экрана пропало, которое не только доставляло дискомфорт при игре, но и еще также мешало целиться. Так, давай теперь посмотрим, куда нам дальше идти. Вот сюда, вот здесь, насколько я помню, большой фон, радиоактивный, но это не проблема, у нас есть артефакты для этого, правда, к сожалению, они дают и не очень полезные свойства, вносливость отнимают. Но, все же, главное то, что от радиации это нас спасет. Но я думаю, мы туда отправимся в следующей серии, а то подведем к концу, так что, как обычно, подписываемся на канал, ставим лайки и комментируем. Не забываем заходить на наш официальный сайт stalker.gc.ru, ну а также в нашу официальную группу ВКонтакте, ну а с вами был Редмонд, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok